Друзья, мы приехали в Анталию. Сегодня второй день нашего пребывания в Турции. У нас обзорная экскурсия по городу, по старому городу. Поедем на какой-то красивый водопад смотреть. Ну и, конечно, нас повезут в ювелирный центр и в центр кожи и меха. Как без этого? У гидов это обязательный номер программы марлезонского балета. Надо, не надо нам. Придется нам это все посещать и смотреть. Погода прекрасная. Ветра на удивление нет. Ну, удивительно это для нас, для анапчан. Мы тоже живем на берегу моря. У нас ветер, по-моему, гораздо чаще. А солнца у нас столько же, сколько в Анталии. Может быть, чуть-чуть меньше. О, Икея! Вот это да! Мы приехали, наверное. Привет, друзья! Вот мы в замечательном ювелирном центре Виола. Виола. Здесь весь персонал говорит на русском языке. Здесь торгуют собственным продукцией собственного изготовления. Золото, серебро, драгоценные, полудрагоценные камни, бриллианты. Огромный центр. Дмитрий Степанович, планируете что-то купить? Да, если что-нибудь такое оригинальное, то вот в ухо, сережка. Это последний сын в семье, в левом мухе носит сережку. Или коза, у которого дома две сестры, родители. А, последний сын в семье, козаков. Коза, сережку в левом мухе. Потому что, когда строится, раз, равняется на праву, и сразу проходит командир, говорит, у кого в ухо сережка, того нельзя посылать в самый горячий бой, в самый кровавый бой. То есть, их немного берегут, потому что, если его убьют, то вся станица берет на себя содержание родителей. Ага. Вот поэтому такая же. Это же раньше было. Сейчас уже тебя вряд ли призовут на какую-то войну. Ну, все равно, я последний сын в семье, так что это самое. Чисто отдавая дань традициям. Ну что, в путь, друзья, нас ждут огромные ряды драгоценностей. Вот и как, подожди, действительно. Чашка и одежда. А, ты видео хочешь снять? Ну вот, друзья, посмотрите, как нас принимают в ювелирном центре Виола. Кофе, чай, все можно померить. Можно посидеть, подумать, как расплачиваться. Форма оплаты любая. Доллары, евро. Спасибо вам за такую хорошую рекламу. Встречает нас лично директор. Скидки нам делает директор. Кофе выглядит очень симпатично. Попробуйте, клоточек воды. Сначала воды, а потом кофе. Так, хорошо, спасибо. Но ни разу не пить. И загадайте желание, распей, распейте. Хорошо, спасибо. Слада вкусная. А теперь кофе. Нет, нет, нет. Зуля, это полусладкий кофе? Полусладкий. Значит, когда сладкий, то это будет очень сладко. Да. Потому что далее полусладкий. Для нас слишком сладкий. Насыщенный. Отличается от нашей арабики, которую мы дома пьем. На ютубе. У нас 4200, наверное, уже 60 подписчиков. А просмотров каждый день, просмотров роликов, 5-6 тысяч в день. В день. В сутки. 5-6 тысяч. Вот вы доставки по отелю. Если в отеле при себе денег нет, то здесь заключается контракт, предоплату делаете. Люди заказывают на юбилей, какого-то на день рождения. Привозят, курьер наш к вам на родину, проверяете все там, все это отдаете. Потому что люди здесь покупают ни на 20, ни на 30 тысяч. Каждая по возможности. Кто здесь, а у кого такие деньги. Поэтому, особенно мужчины часы знают марки, модели. Мы показываем разницу в цене, насколько решили. И поэтому давай предоставляем часы. Молодцы. Прямо. И что, можно опять выпить водички и продолжать кофе пить? Да. Так вы очень делаете? Да, водичку, кофе, водичку. Сейчас на улицу выйдете, будет сиреневый. Не, мы на вашей витрине хорошо все посмотрели. Мы все постоянно не проходили по этому витрину. Синий, впечатляет. Я, к сожалению, сказала, говорю, нет. Дочью подвеска сельская смонила, что подвеску не снимает. Султанит, камень, который меняет цвет. Очень интересный камень. Когда привезут, задаст так, вы ни копейки денег не будете. А иногда, говорит, сразу пучите изделие забрать. Сразу. Только даже без этой предоплаты. Сейчас вот здесь я, в соседней комнате, девушка, представитель вашего российского банка. Если вам кредит выдает, сразу изделие забирайте и уезжайте. По приезду там погасите уже. Как вам удобнее, пожалуйста. Для вас все продумали. Лишь покупать. Молодцы какие. Лиз, распишитесь, пожалуйста. Вот на другом этаже все-таки мы купили мешочек. Скажите, при проходе через там, ничего не выкручиваете. И меня снимаете, походу. Да, немножко. Если хотите, если нельзя, мы не будем вас показывать. Не, мы коротко. Группа нас заждалась, пока мы покупали ювелирные изделия. Что ты купила, Ксюша? Вот что я купила. Нет, ну ты расскажи. Камень султанит? Да, камень султанит. Я теперь султанча. Ясно. Вот так теперь я блестаю. Он меняет цвет в зависимости от освещения. Шесть оттенков разных у него. Ясно. А Оксана меняет настроение в зависимости от моего настроения. А теперь еще у нее камни. Фауторим. Ксюре. Ксюре. Сверхи. Межмёр. Ксюрен. Ксюре.